Всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. И сегодня я хочу вам рассказать и показать те ароматы, которыми я пользуюсь каждый день. У нас сегодня будет такая, как всегда, лайф-вью, экранизация, типа я буду доставать и уже вам показывать. Я уже тут наметил несколько парфюшек, которыми я пользуюсь на протяжении, на протяжении, короче, вы поняли, чего? На каждый день. Такое непритязательное, чтобы это так мило фонило, чтобы это расплаживало, распокладывало людей к вам. Ну, короче, такое. Каждодневный такой вот флер, каждодневный лер. Ну, вы поняли. Обожаю в последнее время использовать на каждый день перль-де-лалик. Такой вот лаличоныш. Вот, пахнет такими, знаете, у нас сейчас непонятная погодша, типа. Какая-то не до весна, не до зима, вот снега нет, но в то же время не очень холодно, где-то минус три. И вот перль-де-лалик, он шикарно как-то вводится в эту непонятную атмосферу, вот, и начинает именно выдавать розу. Вот, как будет даже немножко, ну, как всегда, таблеточным. Ну, все, что я говорю о перль-де-лалик, это таблеточный аромат, парацетамола, вот это вот все. Ну, пахнет прям реально как от бабки. Но, не как, конечно, от бабки, но шикарная роза. И вот в эту погоду он реально гениально вписывается, и выступает именно такой вот какой-то розовый аккорд, розовый акцент. Ну, и, короче, это гениальный аромат именно на холода. Хотя я его носил осенью, в такую, в какую-то, только когда начинало холодать. И он мне тогда не очень зашел, а вот такая вот недозима ему больше подходит. Потом аромат на каждый день, мой любимый, это Black Perfect Angerlin. Очень его часто пользую. Вот, заметил за собой, что реально, ну, это реально лучшее платье из всех герлинов, которые только существуют. Черное платье Герлин, вот это Black Perfect, это реально кайф. Это прям такой, знаете, вишневый ликер, вишневое дерево с удиком. Немножко тут есть таких, такого вот медицинского моментика, что дает уд. Ну, короче, представьте себе дерево и вишневый ликер, какой, если бы Бейлис был сделан из вишни. Короче, это реально балдежно. Очень нравится, вот на каждый день. Black Perfect, а потом, что еще? На каждый день у меня как-то, знаете, начало заходить вот эти вот мои линтердитики. Ну, в основном на каждый день я пользуюсь Eau de Parfum. У меня есть Eau de Toilet. Вот, но как-то в холода мне больше заходит вот линтердитик Eau de Parfum. Прям неплохо и выдает такую мощнисимо пачульную. Пачульная мощь, пачульная сила. Вот, и подкисшие такие вот прям реально скисшая тарелка с виноградом. Вот, реально очень кайфово. Так, сон и бон, они чавкают. Мне тут собачка чавкает. Вот, и реально шикарная, шикарная вещь. Тоже вот сейчас на такую недо какую-то погоду. Очень круто вписывается в атмосферу такого вот. Ну, я не могу описать эту погоду. Говно, короче, погоду. В эту атмосферу говно шикарно вписывается. Вот, за счет своих скисших фруктов и этих ебанутишек, просто пачуля. Офигенных подвальных. Потом, на зиму мне вот сейчас совершенно не зашел лучший мемуар, ну, потому что для него, наверное, больше всего весна подходит. Потом, естественно, мне заходят мои Armani Sea. И обожаю их у меня Классика и Пэшн. Вот Классика, Минька и вот Пэшн. Пэшн более фруктовый, но все равно имеет базу этого Armani Sea. А Armani Sea, это прям реально такой крутой шиприк, такой прям помадный, такой прям цветочный. Очень классный. Это, короче, когда вы хотите быть серьезной тетей, то вам нужен вот Armani Sea классический. Если вы такая вот тетя, которая готовится к разъебу, то вот Sea Pэшн. Балдежная, очень красивая, кстати, это. Флакошек очень неплохой. Хватит чахнуть. Ой, с этими детьми кошмар. Не наживешься. Так, потом на каждый день мне очень хорошо заходит Джо Малон. Смотрите, Джо Малон, Блуагавэнт, Какао. Это, знаете, такая вот непоняточка в мире Джо Малонов. Короче, пахнет какао, но в то же время в нем есть такой тропический, агавный такой, агавный такой вот акцентик. То есть, реально прикольно. На какао какао не такой уж прям правдоподобный, но звучит очень интересно. Вот, поэтому и с ванилью такой, такой ванильного такого вот флера добавляет. Вот, и согревает он, кстати, такой согревающий ароматик. Неплохой. Потом на каждый день у меня тоже очень часто ношу Нарцисса Родригес Фохио. Обожаю его. Вот, ну это супер блядский мускус. Обожаю его прям. Надо именно пшикаться. Вот. Супер офигенный, супер блядский мускусяо. Вот, если у вас задача найти мужа, если у вас задача поработить человечество своей пиздой, тогда вот, Нарцисса Родригес Фохио. Это шикарно, шедеврально. Всем советую. Вот. Прямо реально балдеж. На каждый день у меня тоже идет и Дильгерлин. Но я уже, по-моему, говорил в предыдущих видео, что он реально офигенный. И он мне нравится. И вот сейчас на холода я расфоровывал Александра Макуина. Вот это вот классического Александра Макуина. Что за падла там пишет? Так, иди вижу. Вот. И... Ну это реально прям ядреная тубероза. Но чем он примечательный? Вот эта вот парфюмка. Что тут? Молочная тубероза. Очень приятно, очень прикольно. И им совершенно нельзя пользоваться в закрытых помещениях. Иначе вы рискуете умереть. Иначе вы просто реально тупо рискуете умереть. Потому что если вы напшикаетесь им где-то в помещении, то это все. Прощай. Это прям прощайтесь со всем миром. Это вас задушит. Я его даже дома не наношу. Я его беру с собой. Уже по дороге где-то на улице орошаю себя. Да, чтобы реально, чтобы это все как-то загладилось. Потому что он реально очень, очень, очень такой прям ядреный. И вот эта тубероза, она прям такая прям напористая. Но мне очень нравится. И когда вы заходите в какой-нибудь магазин, просто вы идете, и сзади вас все падают. Все падают и умирают от этого шлейфа. Это прям кайф. Там все еще. В моменты, когда у меня такое настроение очень плохое, и надо куда-то идти, когда настроение плакать, то вот я пользуюсь Because It's You, Emporia Armani. Это, короче, супер такие фруктяо. Вот фруктяо, которые просто не оставляют никого в живых. Я его распробовал, короче, летом. Потому что в дождь это, ну, просто начинается такое, а Unreal просто начинается. Потому что эти фрукты во время дождя начинают так фонить, так раскрываться и просто так орать, что это просто не оставляет никого в покое. Но вот сейчас, зимой, он тоже мне зашел, потому что за счет вот этой вот влажной погоды, вот этого вот не до снега, вот этих вот луж вечно тающих, он очень неплохо вписывается в эту атмосферу говна. Вот. И вот эти вот фрукты тропические, они прям реально повышают настроение, и уже хочется хоть что-нибудь уже поделать. Вот, а не только сидеть дома. Потом очень сильно мне хорошо зашел, тоже вот чем я пользуюсь на данный период времени, это Dior Miss Dior. Вот, в экстрактике, вот видите, да? Вот, но сложно пользоваться. Это надо снять вот эту притертую крышечку, и ты надо... Вот так вот. Но стойкость, как сказать, стойкость, стойко. Но не настолько, насколько хотелось. То есть, часа 4-5 он держится, но не больше. Если вот Dior Poison, он держится с утра до ночи, то вот Miss Dior, ну, это 5 часов где-то. И такой вот еле-еле заметный флёрчик, еле заметный шлейф. Но очень приятно, и надо пользоваться скорее, потому что вот эти вот притертые крышечки, они очень быстро выходят из строя, вывариваются, выпариваются. Ну, вы поняли, надо их сейчас использовать, не надо их хранить. Вот. Вот такие вот мои парфюмки. Такие вот мои парфюмки на каждый день в данный период времени. Всех люблю. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.